приветствую вас друзья ну что очередная распаковочка погнали ну и давайте начнем ребят с посылочки которые у нас будет открываться спор по моему вот этот короче здесь вообще какая-то система такая да это я подписал посылка вообще чистилась на пятерочку пришла на почту причем пришло две хотя трек один только у меня пробивается да давай сразу трек номер ну надеюсь что это все будет я потом камерой выбью его вот так приходит здесь должен был быть светильник благо в группу не скинул короче я был не дома в пути попались много светильников было но в итоге пришло вот видите что да покупал я за посылку 60 с чем-то рублей отдавал по факту светильник ну давайте прикрепил вот так выглядит стоит на данный момент он 1496 опять же посмотрел отзывы у продавца да кому-то он отправил светильники кому-то нет знакомый мне писал что лампочки пришли что тут это болтается где у меня пауэрбанк хоть один по другим то есть желтый свет здесь скорее всего такой же она от него света если честно так декоративная подсветка не будет не более я не думаю что если другой источник дать ярче будет шутить давай может пауэрбанк никчемный как мочничок где-то использовать опять же да я заказывал на два аккаунта это пришло на меня на второй аккаунт на жену который форме вообще в питер пришла посылка почтоводиле санкт-петербурга ну давайте откроем вторую ну я вижу по этот одного продавца на ощупь тоже прощупываю своих тут два может быть тут холодный свет будет это желтый фига мотина еще и болтается не знаю куда-нибудь их раздать не более того но спор открою рубль ему оставлю один рубль чем-то остальное себе заберу время вроде бы есть как-то тогда начало начале разговорились мы со споров блин неприятный момент ну бывает и такое главное записывайте чтобы было доказательство так ну что поехали опять же практически все товары лови момент как ловлю я вы знаете да кто не знает напишите или поищите видео есть в группе там прям называется лови момент так шнурки таких еще не было кстати белые шнурочки какая-то тут система металлическая смотри я вот различные были вот такого еще не было я как понимаю это типа как пряжка от ремня типа того что то мы сюда заводим и еще и зажимаем так во первых ух ёлки-палки они резиновые ну точно в два раза растягивается мало того что они и так метр то на все два они будут растягиваться то есть получается за шнуровали сюда а как мы сюда заведем они заходят сюда сразу обрезать получается распускать потому что таком состоянии но не лезет блин это надо в обуви делать просто если сейчас обрежу что потом будет тяжело это все дело зашнуровывать странное конечно решение ладно давай для экспериментов я потом еще ну по сути можно будет зажигалка прижечь да и так же сделать надо сразу зажигалку доставать давай аккуратненько проверить то надо будет ли держаться не будут не вот это интересует так то вроде бы не неплохо придумано опять же да зашнуровали зажали лишнее отрезали ну вроде бы держатся уже прикольно она будет какие-то кроссовки белые себе потом сделать то есть получается она немножко все равно мы оставляем чтоб не туда не полностью натянуть вот так вот ну и потом просто нас оттопыриваешь и жить язычок и как в галошу наладишь ну вроде бы нет ли то есть не раскрывается можно дать чуть-чуть лучше запасиком оставить все равно это не будет видно где-то под этой железкой и так же со второй стороны запускаем зажимаем возможно как-то не ну слушай так не открывается самопроизвольно надо достали постирали прикольно на момент съемки такой вариант сколько стоит 133 рубля цвета есть различные не знаю ребят кто пробовал такие шнурки отпишитесь вообще практично непрактично или это все фигня поносила она тупо открывается и расстегивается так это закинем но единственное плохо что это какую-то плоску бы тогда сделали здесь решение ладно я надеюсь зашнуровать получится зажигалкой нагрел скатал каких-нибудь рукавицах тверже было так ну что поехали следующая посылка вас также лови момент валяется товаров старых подоставал а это лучше наверно одеть все равно чтоб короче двухсторонний скотч по моему полтора миллиметра ширина и 10 метров длина врать не буду полтора подожди да ну на сайте посмотрел да я цену выписал два самая узкая это два миллиметра если 10 метров брать 619 рублей ну там по моему платная доставка получается 619 так так 4 со чем-то шаму в хозяйстве по-любому пригодится клейкая да и тут пожалуйста убираем и второй слой на пеной основа сминается брал для себя где-то что-то зафиксировать вот так вот сделаем дабы пыль не попадала и клей или клей не высыхал ну короче лучше вот так вот хранить так посылками так цену сказал все циточку оставлю кому интересно найдет так давай вот у нас не лови момент эту посылку заказывали в группу скидывал опять же ребят когда в группе много количества вижу лови момент я скидываю обязательно ну по крайней мере стараюсь если есть возможность но также я оставляю все ссылки до что я заказываю именно для себя для кого-то ну или кто делится ссылками тоже может выгодно решение также в группу вы к публикуются так это у нас дело скажи мне кулера на видеокарту короче как-то разыгрывались я посмотрел в описании мои как раз таки моя видеокарта подходит gtx 970 вообще написано что gtx 1660 или тысячу 60 ну в описании подписано что подходит я в комментарии почитал да там человек на 970 корей сбрал написал что все отлично взял на запас вот так дело выглядит почему-то разные цвета обмотки хотя пластик вроде бы одинаковый темный тут темная медь светлая медь но еще по судя по комментариям я понял что они белым светятся ну прекрасно не знаю если мне не впадло будет я попробую поменять ну вроде бы так стоит ничего не мешает чуть-чуть трогать это так на запас думаю надо открыть уже посмотреть что все нормально да тут в принципе можно отстегнуть пристегнуть единственное не пойму куда вот этот ну скорее всего там все это дело будет видно перекрутил так она не ни разу ни разу не менял но думаю росла и момент было почему не взять тем более приятная цена и такие вещи можно приобрести так следующая вот посылка полгода пролежала оба что это может быть наушники нет ни наушники не поверите батарейка слушаю ну я не знаю куда сейчас эти батарейки и вроде бы для газовой печи да на на позже нет ни печи в котлах я по-моему видел в это подвесных газовых но опять же проверить только мультиметром если идет кабель на две батарейки да у продавца сразу продаются лот или по две штуки ли по одной с кофром без кофра зарядником без вот этот комплект стоит на момент съемки 650 рублей полтора вольтовая батарейка емкостью 1200 микроватт час или литий-ионная ну слушай ну d1 давай подожди проверим по емкости как она очень держит если в ноль разряжена значит садится потому что я и долго не распаковывал камеру попадаешь попадаешь офигенно то есть саморазряда мне никакого нету 1 и 5 даже один полтора двадцать три короче оставлю на всякий случай себе может продам как надо почитать вообще для чего давай проверим алиса где используются батарейки d1 в интернете пишут где применяются батарейки и аккумуляторы типа d батарейки и аккумуляторы этого типа могут использоваться в следующих устройствах и приборах ручные фонари высокой мощности детские игрушки рации и радиоприемники рация бляха муха кроме этого батарейки этого типа могут быть использованы в профессиональных измерительных приборах например счетчиков гейгера переходник санаде популярные производители и их особенности вот как-то так ребят видите да дюроссель принципе продается таки в доступе ну махина такая сейчас я в рацию вставить ладно наверное пусть полежит раз она за полгода не потеряла емкости свои еще плюс заряжается будет шикарно возможно куда-нибудь и найду применение а вдруг у меня будет фонарик высокой этой мощности хотя может там не одна их а несколько надо будет пошел полтора вольта емкость да у нее хорошая но по крайней мере вроде 1200 по 12000 но если это принципе может это 1200 миллиампер данная получится если это м в час ладненько не найду продам нафиг вот такая вот штука продается показал замерили ну проверить ребят реально не не в чем воткнуть так слушай ашни не то открыл да я не сказал сколько вентилятор стоит ребят подожди вернемся просто две коробочки что-то перепутал это был лови момент до вентилятора и он сколько он стоит а я его сюда наверно писал 656 рублей стоит я говорю перепутал так а это же другой другой товар этого просили заказать здесь так нас где-то тут прервали немножко да так ребят распаковал что я там говорил как заказали помню надо бы как-то это аккуратно еще открыть запаяно не не догоню ну ну вот это ж господи давай палец продырявым и на этом ролик закончил слушай ну такое чувство что я я не то делаю совсем короче да простит меня кума и я надеюсь коробка не нужна даже в рифму немножко получил воу но и тут даже отверточки положили короче это батарейка на ховый не знаю какой опять же все скинули сказали саша закажи пожалуйста саша заказал смотри да практически ровно пришла модель чайна тоненькая капитально да и все отлично ну вроде будут ребят ну то такая это не знаю кто будет менять против не просили меня ничего менять возможно сами ладно не знаю успеет не успеет когда ролик выйдет оставить комментарий но если я затяну что-то другое буду выпускать то напишу хорошо не хорошо ну опять же там скорее всего заказы есть комментарии люди оставляли должно быть все отлично на удивление что да могу сказать это пришло не так сильно долго для батареи как обычно приходит единственное что шло но через алмату почему-то видно новые пути какие-то открывают китайцы 23 да по моему минуту ты видел для батареек это прям хороший срок если из-за границы давно идут набор подмастерий для всех замены надо все да дай бог планшет восстановят и еще не будет как и раньше долго служить не вырубаться заряжаться так ну шо у нас пошли крупники наверно да еще есть одна посылочка небольшая опять же тоже товар лежит с лета где-то его в августе получил и все думал блин а может быть я это продемонстрирую его работу самому интересу в итоге я уже понимаю что весна до близится а как продемонстрировать я ребят не знаю поэтому просто смотрим опять же для тех комментаторов которые будут прошли зачем купил я купил чтобы продать вот для этого так все берется сначала берешь если что-то не пригождается то это продается вот такие нам рисунки присылают короче это какая-то автоматика для парников для окон витражных или чуть не витражных смотри домкрат какой-то я вот просто вообще не в уме не приложу каким макаром он от температур где он нагреваться шо за датчик чтоб он это то есть он закрывает и открывает все зависимости от температуры это вылетает какая-то подножка скорее всего вот эта штука у нас сама должна от температуры это срабатывать или просядет или потом расшириться откроет ребят не буду умничать ничего если кто с таким сталкивался черканите пару строчек опять же на момент съемки это стоит 1726 1300 1400 на вид она просто посмотреть сколько это стоит а смотри гораздо немножко погнутый сколько это стоит на хотя вроде бы не погнутый да то так и должно обычно как смотришь сначала заходишь на авито данный товар потом проверяешь еще на всякий случай озон вал берез такое по место что многие люди заказывают там ставишь свою цену ниже и продаешь все проблем больше никаких не вижу честно замудреная эта штука парников у меня нету двух словах это то есть да температура в парнике набралась там 30 градусов эта штука открыла окно упала эта штука закрыла окно вот как-то так работает все ошибка от 0 5 до 1 по фаренгейку максимум 15 килограмм на подъем вот он петель он пенинг температура от 16 до 25 как настроить бог его знает на 45 что-то сантиметров поди максимально короче товары из тех что просто надо посмотреть было но проверить не получится дабы автор всего видео небу не фурычит в этой теме ну вот так это приходит можете оценить доставку товара короче вам запакую потом давай следующие до посылочки ребят две штуки тоже пролежали но надо открывать надо открывать аккуратно дабы не повредить во первых черный тряпичный рюкзак я знаю что один точно должен быть розовый ну по крайней мере так ловилась розовый розовый на момент съемки давай сразу три тысячи одиннадцать рублей там по моему еще зависимости от комплектации но я смотрел на розовый черный не смотрел слушай ну давай быстро просмотрим опять же блин не так хорошо и быстрые рюкзаки уходят совета но продаются немножко порвали что за эти я как понимание одинаковые давайте просто заценим что ну приятный материал типа хэбэшки похоже стеганая с боковыми карманами прям нежно-розовый такой даже не розовый и как он краловый или краловый это не туда есть также у нас выход usb передний карман здесь подключить штучка карабинчик а пока все нравится замки фурнитура не металл пластик ну сделано вроде бы неплохо на уши да раз все то два чего то какая-то ручка кармаш кармашек на молнии не глубокий но опять же если с вами телефону еще осень то проваливается туда весы могу засунуть да да то есть типа какого-то 7 дюймового пункта залетит медицина как у нас тут попачкаться будет на тряпичная то есть влагозащиты навряд ли здесь какая-то стука обработка может небольшая проверять не будем это дело друзья это шо а это двойная молния то есть вот так можешь то есть это по передний карман следующий тут сеточка ребят уже пока все прям прям неплохо да то есть он сам по себе вместительный посмотреть но у него блин и чем прикол да получается есть отделение для на ноутбука на тегур ну дайте как там тегерну там поприкольнее там прям за лямками замок сделаны для ноутбука это может даже не для ноутбука потому что открытие на 180 градусов на почти а тут прям это вот он кармашек под пауэрбанк давай заценим подожди сколько были китайские сумочки них выходы пауэрбанк были прям такой галиматье так цепляем наш пауэрбанк вроде нормальный пауэрбанк так где у нас емкость мир наш метр с вольтажом со всей фигней в другую сторону зараза так один ампер без просадки ну то есть ограничение на нем есть леток шон не до контакт что ли бог ну 5 вольт 2 ампера нормально будет выдавать немножко просела 482 на 2 ампера доделаем 490 на 2 амперов наш пауэрбанк все показывает 5 и 2 вольта 2 ампера тут 490 ну неплохо то есть хороший более-менее качественный кабель стоит с гнездом ну максимум сколько там уже два с половиной выдает внутри ампера пауэрбанк выдает 473 тут 52 пишет и уходит защиту но тоже сам пауэрбанк ушел слушай хорошо единственное знаешь чтоб я проверил да пошел 9 вольт 073 ампера не знаю тут видно будет господи то есть обычный 18 ватт и вот эти зарядки кверка чах до чаш 30 поддерживает по кабелю проходит тогда я телефону да короче все ребят да с зарядкой проверили классно мне это прям нравится если что не что не розовый что не черный он бы они все более девчачий потому что черный золотыми молниями но это такое себе ребят ну прикольно сделано ничего не скажу а нафига вот это вот короче здесь типа поролоновые шишечки такие на видно будет их батюш сделали бы всю площадку я пищу понял для чего это снизу просто даже если распрямиться то есть они тирана сбоку не снизу ладно все классно ну под вещем то можно спокойно выставлять даже надо посмотреть просто вообще на нашем рынке что такое стоит так целом неплохо хорошая нормальная фурнитура приятный текстиль или как его там назвать кто любит стеганые вещи вообще зачетно будет да какой-то лейбл есть здесь у нас под чемодан и есть также тайный кармашек единственно мне нравится когда на пояснице это сбоку но опять же глубина в принципе обычный смартфон залетает в раз еще место под второй на останется нормальная глубина сравнивая до весы залетела вот так что вот так развернуть чего больше круто все запаковываем фотографируем но ты может ребенку хотя из тех он то что были да там алые в школу ходит прям ей нравится но здесь вы понимаете тоже точно такой же размер только в черном свете да и золотыми молниями здесь они по сути не здесь эти не тоже да эти посчитаются золотые есть просто в цвет есть не стеганые и стеганые есть молния в цвет есть золото все различные там вариантов что там есть есть с зарядкой есть без выноса зарядки хотя не слушаю не пока еще еще здесь есть два карабинчика типа мол не знаю возможно для чего возможно ну что-то сюда можно повесить такое я еще не видел застежка карабин офигеть все ребятки это убираем он один фиг не влазит офигеть ладно я просто для того что если здесь 4 коробки будет чтоб открыть спор можно было со на ощупь я не могу нормально прощупать тут какая-то коробка стоит типа для защиты или шо это короче дернуло меня заказать их пять штук потому что публиковал в группу до цена была интересная заманчивая это камеры вай-фай айпи да как там наблюдение 1 2 3 4 5 да все короче сейчас будем опускаться вот так дело выглядит все на китайском как можно было умудриться вот здесь побить бог как будто ножом протыкали так внутри ну в принципе воздуха это хорошо давайте просто ради интереса еще глянем как сюда приходит запакованным и скажи чем у них хватило ума коробок найти еще три две штучки ну по сути все то же самое на типа 8 мегапикселей 12 вольт 2 ампера hd зонтик говорить пз крутить соревные коробочки ничего это прям побита ну давай с нее начнем я конечно за кадром все их проверю ну пока начнем с одной что у нас идет в комплекте мало ли может что-то не заказал сегодня мы помогали жерки подключать спасибо сергею который сказал что надо делать заранее распаковав то есть мы уже время много терять не будем сразу скачь первым делом скачиваем приложение она уже скачана зарегистрирована сейчас будем подключать смотреть то есть полк сказал по вот этим керкодам никуда не переходит вводим вот этот название play маркете и скачивал на телефон там мы регистрируемся опять же при регистрации имейте ввиду что от восьми символов надо как минимум нам нужна цифра заглавная латинская буква хотя бы одна и прописная латинская буква вот все что нам нам необходимо для регистрации в комплекте блок питания вот такая вот чухнашка идет это грызочек я читал много возмутивших было не знаю а это я не у этого именно продавца подобных камер продаются много такого вида там много недовольных было и не на бразильцы или кто там и по коротыш надо что-то придумывать ну что хотели не нравится наращивай у меня кстати с моей камеры которая сейчас висит тоже такая штука шла благо от какой-то старое было еще питание с дома выходит там длина 2-3 метров и так вот такой блок питания значит вот она наша камера по пластику тонюсенькая крепление у нас опять же как и потолочная до к чему-то присверлить так и к стене антенны сказали муляж написано что там проводочек торчит ну что-то торчит а здесь даже не черта нету то есть вторая антенна так для красоты сделанная дабы быть симметрично так ладно сильно не портим потому что планах у сашка было продать их значит мы по рублей 700 закупили по полторы 1000 может быть продадим дай бог есть немного потертости здесь у нас под заглушкой встречает слот для micro sd подожди и наш сброс питания и также подключить если у тебя через этот тупом кабель лановский напрямую наверно компьютер ну ладно ского нету будем проверять так опять же здесь должно все моргать светиться сирена я надеюсь ее можно в приложении просто убирать есть у нас смотри прожектор бьет и камера ребят наша задача сейчас подключаем на месте смотрим по-любому я одну штуку прикручиваю к своей старой камере и ради по каких-то примеров сделаю там не знаю небольшие фото видео возможно все это замеряем опять же да уже сразу расстроились в момент где-то в комментариях я прочитал что она не сохраняет свои настройки давай подкидем туда какую-нибудь флешку какую-то флешки нам еще нужны будут для теста колонок облака платная ну сами понимаете все камеры что были у всех облака платные не было такой халтуры все используются на флешку через приложение кстати новая камера которая сейчас висит если флешку с камеры достать и на компьютер то фиг чё скинешь во-первых это раз а во-вторых потом уже даже в камеру если воткнешь у тебя на все обналится вталкивались проходили как ты стыкайся зараза все заглушка есть есть хорошо значит питание даем подключаем загорелись проекторы наши заходим в приложение погибляха муха сейчас вай-фай подключен а лишь мы умеем не хватает так где-то так вот она вас приложение выглядит заходим значит после регистрации можно заходим сюда до этого нам надо будет зарегистрироваться так добавить в веб камеру вайфай звуковый режим пошел пошел connect это мне телефон фигачит то есть он дает вот этой штуке слушать что ли лайфай а слышал да на ребят со второго или третьего раза через звук появилась прописал в принципе вайфай прям большая все как здесь написано да пароль в принципе указал сразу верный все сейчас вроде бы подключилась единственное что она подключилась по соображение безопасности измените пароль устройства по умолчанию чего так ладно сейчас я пароль веду который для регистрации здорово всем ух слушай но тормозит конечно я тоже головой 10 раз 10 раз 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 почему микрофон час не давай на банана да заторма затормаживание рука и фон лишь раз так звук это то есть то что мы будем слышать камере будет не включилась нифига да 1 1 1 1 ты должен в одном порядке работать раз вот здесь если включить то есть кто будет рядом с камерой разговаривать звук ужасно пишет тихо но это выключи а он сразу включает двух сторон но это то есть чтоб ты мог сказать что-то в камеру она автоматом включается на режим hd фото-видео да и тут у нас через лампочка инфа красное ночное полное светлое ночное зрение интеллектуальное ночное зрение ручная лампа аварийная связь короче это надо немножко по разбираться в двенадцать вытушить можно открывает закрывать гуань и открывать так ну и управление нашей камеры получается чтоб моторы дерганы ребят офигеть просто ну и цена тройбунит не ну тут мука более-менее плавно идет ребят давайте еще на столе и такой небольшой моменте к сразу я полностью телефон очистил до вышел так его направил значит меня интересует что как она зайдет повторно в приложении без всяких там траблов типа это это где у нас была последняя направлена до что он синим заморал красным шут его то есть подключилась вроде бы без проблем ладно это одно опять же выходим резко у нас обрывается питание давно выключилась свет я не знаю давай подождем пару секунд просто каком положении в этом же останется или ровно встанет у меня со старой еще не которая сейчас висит была какая проблема после выключения света она просто опускалась вниз и все и ты пока не увидел надо ночью может свет моргнул то есть ты не смотришь на думаешь о камеру тебя смотрит а по факту потом вышел смотришь на вниз смотрит надо ее выставлять вручную было давай посмотрим что здесь как она подключится к этому вайфаю быстро нет дали свет что произойдет что все законнекшилось вот этот колпак конечно световой давай проверим ну вроде бы не трещит что идет подключение онлайн пишет уже ну все нормально то есть каком положении было в том оно и осталось ну там бои пошли собак с кошками то есть каком положении было осталось нормально без вроде бы траблов вайфаю подключилась да если понимаем что у нас роутер не будет а вот это скорее всего будет зараза орать вайфай 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 еще моргать ладно я разберусь повешаю на стенку и посмотрю вообще можно ли эту лампу как то чтоб она не моргала мне допустим мне не всегда это устраивает если я хочу где-то поставить да чтоб она просто мне беспалево стояла без всяких световых эффектов но опять же буду ли я себе это поставить сказать ничего не могу по качеству опять же проверим да как она ночью пишет как и днем примерно картинку просто у меня где-то по моему даже поставалась со старой камерой авария была кстати ребят просили я с камеры скидывал сейчас если момент будет покажу начну запись до дорогу допустим цепляет камера вот она на в таком формате конечно пишет и то есть без проблем да я зашел по таймингу посмотрел отрывок себе записал с камеры напрямую с флешки как будет заработать здесь пока бог его знает опять же прикрутим посмотрим самому интересно ну что друзья прошло пять дней как пользуюсь камерой да сразу могу сказать если ждете что я прям скажу здесь что-то негативное нет можете выключать просто за 700 рублей не знаю как вы ну шикарная камера за 700 рублей возможно там что в отзывах пишут там бразилия то если они покупали за 4000 да я тоже рвал бы и металл бы ладно давай вернемся к тому что камере да да работает она туговато да у нее внешний вид так себе пластик все это но то что она выполняет мне с головой в принципе хватает так как это делает и моя камера так смотри все хочу показать не зная поснимал и ночные съемки посимал я думал что у меня намного лучше камера зафиг там я угадал короче но это сейчас улицу снимает у него первых угол обзора больше к картинка сочнее ярче да у нее управление дает тугое я я не знаю почему так то она вроде двигается ничего чувствуется да шаг но мотор видно стоит настолько убогий что ее правом дергает ничего не поделаешь мне прям рывок идет сильных хотя скорость уже тут сама минимальная стоит лишь один раз нажал повернуть она очень много прокручивать как по мне но опять же сейчас вернемся к моей возможно это я опять желаю того что лучше давайте такие вставочки я короче во первых обновить ее надо по любому мне кажется все равно лучше стала работать по крайней мере лучше стала работать скажи это слежение за объектом просто первый раз когда без обновления поставил она мне потом в будку уперлась и смотрела сюда фиг она куда больше поднималась даже когда вы приезжали заходили в калитку а вот сейчас выставил вот она как ты как ее поставил так и стоит плюс когда ходишь дано за тобой следит все нормально это работает так ребят сейчас я покажу смысл работает но тут она уникает сразу смотри вот первым я сразу среагировала да на меня это раз запозданием чуть-чуть чуть-чуть криво коса и прожектор рубает принципе неплохо но мотору не конечно такое себе удовольствие но с этим это после обновления я обновил она более-менее стала хотя бы это крейсерское движение когда ставишь до глаза не свети но опять же мне очень плохое ночное видение дальность я сейчас попал вырублю всю лампу на выйду во двор вставлю ролик со своей и с этой так это сейчас у нас на столе это у нас висит на улице по приложению принципе тоже проблем никаких до вначале с паролем там не ошибайтесь латинские буквы заглавная заглавная обычной цифры и все пожалуйста приложение заходит быстрее на вай фай не висят одинаково работают вместе вот моя вещь она серого это все бледная да не у нее шажочек тут маленькие по настройке тут моторы нормальные стоят ну папа получше по крайней мере я могу крутить по чуть-чуть понемножку так мысли не терять короче что меня сначала засмешило я же поставил лестницу все в одну руку камеру вторую шуруповерт залази а у меня камеры стоят как вы помните под козырьком ну думаю что потолочное крепление собрана нахваливала я и бац вот эта шляпа торчит я и не могу прикрутить пришлось брать вот такие длинные саморезы да и на мне подтянутая к лампе другого выхода не ну можно набить конечно дощечку было сделать заранее но опять так как я повесил ее временно вроде бы поэтому делал так ну я славно поржал блин пришлось идти все это дело опять собирать так ребят чё хотел сказать да подожди вот эту давай где у нас на столе вот он я здравствуйте приложение немножко кривовато понимать тут надо во-первых я еле как нашел как эту лампу выключают она выключается просто в двух вариантах первое и можно запустить здесь открыть определение сейчас заморгала до свет передаст это выключаем короче здесь у меня стоит интеллектуальное ночное зрение то есть она когда света хватает она снимает цветной во первых она там и подсветку включает и прочее прочее так где я по настройкам теперь у нас тут есть получается аварийная связь это как раз такие всякую лампу свет и прочее прочее мы заходим в интервал напоминания здесь выставляем время когда нам надо первое зажечь лампу то есть это при движении она запускает свой проектор ну или вот эту штуку давай и проектор и вот эту штуку а здесь еще будет какой-то звук вызывать их можно тоже кстати настроить то есть сохранилась у нас какое-то движение прошло она по идее сейчас должна зажечь свет и загореться лампа но так как мы немножко потупливаем нам сейчас загрузится видишь заморгала лампа и зажегся проектор кстати слепит неплохо так так давай это быстро вырубим поставим звук ну ты же это при движении она теперь что-то боляка здесь также можно это аварийная связь сигнал тревоги да допустим мы хотим другой звук на ну так эй ты она уйди нафиг со двора я попробую если она сохранить честно не пробовал но как я понял это так работает возможно нет каких-то прав кстати да еще такой момент сейчас же думаю надо дописать видео думаю включу к подсоединю камера чем сказал тип они не работают сигнал тревоги вроде бы она не сохранила нашу запись и чё эй ты а ну уйди нафиг со двора записала ну короче подняли да фишку сейчас я буду надо кстати блин поочищать будет я их кто на продажу брал а то будет весело да к чему я говорю я их когда после камеры да и все сейчас подожди дай выключу сначала так ну плановая запись это понятно это облако если чё куда есть у нас тут можно все выставлять но мы этим не пользуемся мы пользуемся как флешку так сигнал тревоги давай по умолчанию это а я теперь даже не знаю как ее очистить надеюсь рассе там все собьется короче начинаю подключать и оно при включении просит пароль ну я в первый раз когда их все пять штук включал он мне напишет напишите новый пароль типа и подтвердите его ну я на автомате все это понаписывал проверил работает в коробку сейчас включаю он мне пароль эй ты а ну уйди нафиг со двора да так уберем любые эти ну пусть стоит лампа фиксим я уже привык что наморгает эй ты а ну уйди нафиг со двора я надеюсь кому это достанется отформатирует да и короче пароль она раз а ну нифига и не включается я уже думаю ну все напродавал камеры думаю теперь чё с продавцом списываться альтернативный пароль надо искать не все нормально обошлось тупо просто сброс до заводских и опять же та же процедура появилась так что в целом неплохо насчет лагозащиты не знаю там кто-то писал что они протекать могут но если сверху тут вроде бы все герметично если сюда конечно попадет да тут чели есть но опять же они у меня закрытые все стоят поэтому я не сильно переживаю так что насчет чё качество могу сказать я до примеры все поставляю ночные и дневные после обновления тоже там что-то записывал постараться все скинуть она как бы сохранено все отлично старый пример камера но я посмотрел с этим мне не намного лучше снимает ночная съемка чем думал это потому что в ней просто это скажи мне дальность не такая большая ночного видения и она мне подожди сохраняется где-то ну вот вам получается новая да это целая то есть я ходил все все себе отличненько в итоге да к чему приходим 700 рублей обалденная стоимость для такой зашел проверил все нормально покрутил даже если чё убедился флешка стоит здесь ребят на 64 гига по-моему на вот пять дней сейчас прошло точно пять дней сейчас скажу если у нее на 64 на пять дней хватает ли так мач первая карта тут стоит флешка так стой воспроизведение дальше единственное что когда воспроизведение мотать она включается с 0 часов на на той программке она прям включилась и ты уже мотаешь здесь он ночное время включает ну и давай двадцатого числа я ее повесил ай худа я февраль мотаю подожди сейчас февраль двадцатая четыре часа я повесил должен быть сейчас колесо вниз если да вот она я только повесил проверяю включил и еще есть такой кстати косяк если долго сидишь мотаешь она может потом у тебя начинает троить по двадцать секунд аж проматывать я сначала думал такая запись не вышел зашел нормально было как бы вот она желтым отмечает типа вроде бы в моменты которые какие-то движения есть на камере да звук она берет вот она опустилась и вот так вот снимала пока и не приехал больше не двигалась это интеллектуальное было движение до обновления потом я приехал убрал все нормально было то есть если за калиткой стоишь разговариваешь она уже не улавливать сильно звук целом неплохо что могу сказать цветная приятная камера с хорошим углом обзора да есть при этом можно зум кстати номер не ну ни черта ты не увидишь да не серьезно но у меня меня это вполне устраивает да что если что-то кто-то гавкает я вечно просто чтоб не выходить открыл посмотрел а есть там возле забора шарахается не шарахается или там ночью раз-два проверил возле машины никто не ходит мне вот для таких целей самое то то есть плешка 64 гига 5 дней залазить спокойно мы можем любой день зайти посмотреть если на что-то интересует проверили убедились вон соседская бабушка идет не бабушка ходит быстро до прозумировать по лицу будет сложно понять а так в целом вроде бы неплохо микрофон уже показывал да все это в принципе можно разговаривать что-то сказать я говорю не повторяюсь уже был инцидент когда я принимал посылку по камере куку курьера он положил за калитку переложил я сказал все спасибо на то мы порешали выручает в таких ситуациях да ребят что для того чтобы запись до с этой камеры жать то есть мы заходим воспроизведение допустим давай сегодняшняя где там я в шесть утра доливал масла то есть да вот мы отмотали допустим какой нам нужен момент нажали запись пошла запись все мы зафиксировали что нам надо было запись убрали она сохранилась допустим нужен снимок сделали снимок выходим выходим отсюда заходим в галерею типа нашу рисунок вот этот час я сделал тут можно увеличить да посмотреть что да как свойства где у нас рисунка этого нет надо его теперь сохранить на устройство также и видео делается теперь она у нас будет на устройстве да да вот она есть здесь сведения но и разрешение здесь показывает 2 500 на 1400 пикселей размер почти 5 мегабайт мегабайт выходит за эту фотографию ну скорее всего читабельность номера она будет видно я считаю что там надо проверить ты видишь забор поменял на скорую руку высокий теперь фиг зафиксируешь но если с ролика допустим то что мы сейчас сделали да также его задерживаем сохраняем на телефон все оно перекинуло заходим на телефон так и здесь сведения что у нас будет что дописать размер тут уже посредственный я кстати знаете что хотел проверить да это наверное флешку достать давайте сейчас так и сделаем короче сейчас пока не выключаемся я иду достаю флешку мы вставляем через картридер ноутбук смотрим вообще ли что-то будет с нее показать потом обратно вставляю и возможно ли промотать то что просто на той моей камере если флешку достану все она ее только форматировать придется и она в компьютере не покажет никаких роликов то есть то что снимала и уже в камере как эта система работает не знаю надо проверять время 4 утра то есть без проблем 6 утра 6.58 ну понятно вон кот лазит да и с курицей не перепутал то есть ничего для эры еще раз за 700 рублей нормальное качество съемки конечно может даже неприятно что расписал продавец но оно все работает уже радует я так посмотрел в принципе можно смело продавать и не париться дорогу как громко записывает так нет все нормально то есть мы можем флешку спокойненько достать и потом посмотреть через компьютер с этим проблем нету по крайней мере как на той камере которая сейчас кстати да кто не видел обзор можете вот здесь посмотреть на прошлую камеру возможно где-то я уже говорил это дело так теперь вопрос мы это дело вставляем но я думаю разница шли вот какую камеру ставим в ту же не в ту же мне просто впадло на улицу уже идти будет ли она считывать да все короче сбита у него теперь поисковая система с телефона на те дни которые были возможности в ту скамеру ставлю будет нормально надо проверять ладно давай поставлю обратно посмотрим что получится да тоже ради интереса все равно это бы вставили в другое устройство возможно здесь своя кодировка какая-то мало ли все нормально ставил допустим сколько там время дает твою 7.40 ну 7.40 без проблем вон я ковыряюсь если тоже 20 выставить давай туда заглянем на 7 часов вечера промотаем 7.05 все отлично все хорошо все работает то есть если на впадлу с телефона искать мотать достал ну и с компьютера сам видел да это тоже да она по папкам разбивает день но вот эти по 5 минут попробую найди ну в целом и все ребят все что хотел я наверное показал сравнивать опять же смысла с двумя нету я на взгляд могу что сказать что да как по качеству примерно оно одно и то же не сильно и хуже вот это можно было я думаю штук и 10 взять не прогадал бы тысячи по полторы наверное в лед бы и продалось да единственно плохо что без карты памяти да люди когда покупать все равно блин честно такие вопросы бывают задают что лучше и думаешь ты вообще понимаешь что тебе надо у кого-то она будет просто работать без света без ничего у кого-то без интернета что-то там как начинают спрашивать я иной раз поражаюсь честно бывает людям какие у них бывают глупые вопросы так что было не просто я почитал потом комментарии думаю да блин она может 600 рублей не стоит игрушка это что это нет он вполне себе если по меркам тем которым я знаком со своей камерой меня это вполне устраивает если да может кто-то пользуется там с хорошей оптикой зумом и он потом скажет что это не камера может я соглашусь ну как есть показал ладно не судите строго давайте всем спасибо за просмотр лайк дизлай подписка если не подписан а мы увидимся в следующем распаковочке всем пока